Меня зовут Наталья Василевич, я богослов-политолог и юрист из Беларуси. Сейчас живу в Германии, в Бонне. Мы находимся в городе Кёльне. Если кто не узнал, вдруг есть такие люди, это Кёльнский собор. Собор один из самых таких больших, крупных сооружений в мире религиозных. Напротив него находится мой храм, Свято-Успенский приход города Кёльня. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» А настоятель прихода это? Настоятель прихода, протопресвитер Константин Мирон, это очень крутой батюшка. Почему он крутой? Потому что сейчас он, кроме того, что он настоятель этого прихода, он еще является председателем Национального совета церкви Германии. Это организация, которая объединяет большинство христианских церквей Германии. И впервые православный стал ее председателем. Поэтому он встречается с ангелой Меркель или с какими-то людьми важными в Германии. Он известен, в газетах про него пишут, на телевидении показывают. И в православном мире он тоже очень важен. «Я begrüße Sie ganz herzlich in Кölн, in der griechisch-orthodoxen Kirchengemeinde des Entschlafens der Gottesmutter. Eine genau 1000 Jahre alte Kirche, die ein Heiliger der alten, ungeteilten Christenheit, Heribert, gegründет hat. Wir stehen hier auf seinem Grab. Danke». «Например, он входил в делегацию Константинопольского Патриархата на Святой Великий Собор на Крете». «Я weiß, dass Sie kennen das, heißt…» «Я weiß nicht, ob das sendbar ist, weißt du…» «Да, aber dann schauen wir…» «Да, добрый день!» «Мы очень дружили приходами, например, с приходом святого Константина Елены, там где отец Герман был настоятель Московского Патриархата, да, а также мы дружили с Пантелеймоновским храмом Русской Православной Зарубежной Церкви. Как-то мощи Луки Крымского привозили туда, у нас было приходское паломничество, мы служили молебен или акафист там. Какие-то были общие службы, фестивали хоров, разные такие какие-то инициативы, вот, сейчас, к сожалению, они в таком формате больше невозможны, вот, от этого страдают все, но, как бы, мы поделать с этим пока ничего не можем, конечно, в неформальном формате общение все равно продолжается, вот». «А русских много в приходе?» «В широком смысле, ну, мы, как бы считать русскими, да, у нас есть люди, которые говорят по-русски, но они могут быть, то есть, язык их общения между собой, русские, это украинцы, русские, собственно, белорусы, болгары, грузины, молдаване, вот те, кто может говорить по-русски, не общается, вот. Ну, в принципе, не знаю, но главный панамарь, Никита у нас украинец, ну, в широком смысле слова русский». «Здесь ты панамаришь, да?» «Да, в этом храме я панамарь, вот это, это наш престол православный, вот, за Иисусом Христом, это католический бывший престол, сейчас мы храним там всякие иконы какие, как… сейф или камера?» «В витрина». «В витрина». «А как насчет православия в целом? По какому пути идет оно? Скорее к совершенству или к деградации?» «Мне кажется, что есть разные направления, то есть это никогда не бывает такой линейный процесс, то есть таким зигзагом дергается, да, вот, и, ну, в целом, сейчас мне православие нравится больше, чем нравилось 20 лет назад, вот, поэтому мне кажется, что это или я деградирую вместе с ним, или православие прогрессирует, но мне кажется, что все равно, ну, я оптимист, скорее, да, и я вижу, как бы, очень умных людей, очень ответственных людей, очень нравственных людей в православной церкви, те, которые, которые формулируют что-то, вот, например, скажу, вот, у меня был большой пессимист по поводу белорусской православной церкви, потому что мне казалось, что это вот все время мы будем вот в такой, в каком-то болоте сидеть, ну, как и про белорусский народ, вот, казалось, ничего не будет, все не меняется, все какое-то такое протухшее, ну, с этим Лукашенко нам так и жить, и вот, в таком, каком-то, в стагнации, в такой постоянной, в экономической, и в социальной, и в политической, то есть, в отсутствие какого-то общественного диалога, вот, и про православие у меня было примерно такое же впечатление, иногда хотелось бросить все и уехать на Багамы, да, вот, ну, конфессию никогда не хотелось, хотелось, как говорится, на самом деле, я когда в православие приходила, это было примерно 20 лет назад, то есть, до того, как я туда пришла, то есть, я была крещена в православной церкви, и когда я уже поверила в Христа, и думала, какую церковь же мне выбрать, у меня было очень большое предупреждение против православия, не хотелось мне совсем заходить даже в православную церковь, в московский патриархат, да, меня очень напрягала эта надпись на стене этой Тропавловского собора, вот, через, я проходила и думаю, только не московский патриархат, только не сюда, только не сюда, вот, католики, баптисты, хоть кто, только не православные, но, как-то вот получилось, что меня пригласили на какую-то встречу молодежи, и потом там были классные люди такие, и я подумала, ну, а, еще я была влюблена в одного православного чувака, и думаю, ну, если, а он был такой умный, и я думаю, ну, если такой умный человек ходит в православную церковь, надо хотя бы посмотреть, что там за она, вот, и я, короче, набрала сил, и пришла, и ну, мне так понравилось, и думаю, вот круто, это то, что надо, вот, и мне кажется, что, ну, на самом деле, у людей есть эти предубеждения, есть стереотипы, и многим действительно это не подходит, по психологическим каким-то вот настроениям, вообще эстетическим, вот, как-то просто не сходится, вот, но мне это очень сильно подходит, мне нравится эта свобода, про которую не знают, что она есть в православной церкви, но на самом деле есть, да, вот, вот эта свобода, которая есть, богословие, богатая, литургическая традиция, мне как бы кажется, что это, ну, вот этот вот treasure, да, вот это вот сокровище, скарб, которое есть в православной церкви, он просто, ну, может, лежит в какой-то там, в старом шкафу, да, в хрониках Нарнии, за дверью этого шкафа, вот, и в этот шкаф, ну, как бы, ты случайно заглядываешь, и потом такой, вау, что там лежит, вот, но этот вау, он, ну, у каждого по-своему происходит, вот, поэтому, поэтому, да, хотелось и сменить конфессию, ну, куда, вот в том-то проблема, что лучше, как говорится, православие ужасно, но лучше ничего, я не нашла, по крайней мере, нет, конечно, есть, я очень уважаю всех христиан разных конфессий, у всех есть какое-то что-то свое, интересное, люди прекрасные есть, и можно поучиться, и вместе какой-то чем-то поделиться, но, вот, наверное, просто, как говорится, у меня православие головного мозга, вот, мне сложно встроиться в какие-то другие дискурсы, так скажем, а вот в православии я себя чувствую, как бы, очень комфортно, а православие в Германии отличается от православия в Берлоруссии? Да, оно отличается очень сильно, я бы даже сказала, почему, потому что, ну, во-первых, православие в Германии, оно не может игнорировать существование вот других юрисдикций, то есть приходится сотрудничать, это значит, ты знакомишься с разными контекстами, с разными способами быть православным, да, то есть обмениваешься, смотришь, это интересно, то есть у тебя просто взгляд как-то расширяется, хотя это тоже не всегда происходит, потому что можно и в Германии спрятаться в какой-то свой мирок и там жить, как будто это, там, Святая Русь или там, не знаю, какая-то вот Сербия или Румыния, в такой энклав какой-то попасть, но с другой стороны еще это межконфессиональное сотрудничество, то есть ты не можешь игнорировать существование других конфессий, особенно для стран, где православие это религия большинства, тут все-таки, ну, побыть немножко маргинальным, это очень даже хороший опыт, да, это быть в меньшинстве, быть каким-то второго плана игроками, да, учиться у других, это как бы очень классный опыт и важный опыт, вот, в-третьих, общество другое, ну, другие вопросы стоят, возможно, какие-то стоят вопросы более остро, ну, другой способ ведения диалога, дискуссии, то есть ты, если хочешь с немцами дискутировать, не скажешь им, а, знаете, так, потому что я так сказал, да, или так, потому что нужно как-то искать способы на другом языке даже каком-то вот, на языке документов, например, да, то есть в Германии же любят немцы, любят документы, документы, вот, и чтобы вот этот новый дискурс как-то перевести в него какие-то идеи, ну, приходится работать, надо творческо прилагать усилия, вот, и опять же православным для этого нужно сотрудничать, потому что, ну, одна голова хорошо, а две лучше, да, вот, и мне кажется, что православные себя хорошо показывают в Германии, не то, что суперидеально, но молодцы, то есть я считаю, что я научилась здесь очень многому, вот, тому, как жить, как жить в обществе мультикультурном, в обществе мультирелигиозном даже, и как быть, ну, как переносить в это общество тоже какой-то позитивный вклад. Я живу в Германии более-менее так с 2015 года, но здесь я живу, ну, даже у меня временный вид на жительство, да, я никогда не считала Германию своей родиной или, ну, никогда не собиралась тут оставаться. Я, тут у меня конкретно есть проект, вот, пока я его не завершила, я нахожусь здесь. Типа командировка творческая такая продолжительная, но, конечно, Беларусь. Я пока жила в Германии, у меня все равно каждый раз занималась каким-то белорусскими вопросами, писала статьи по белорусским темам, эти темы как-то поднимала. Мы тут организовали встречи белорусов, постоянно как-то контактировали, то есть все равно на месяц-два я уезжала в Минск, чтобы заниматься какими-то делами в Беларуси. Поэтому, ну, и во время интернета, я думаю, что во время коронавируса, да, все как бы на себе почувствовали, что твой мир может вообще сузиться до какой-то одной комнаты, да, но при этом ты все равно можешь одновременно смотреть службу, там, в США, лекцию в Великобритании, да, и делать покупки в интернете в Германии, вот. То есть, на самом деле, мир сейчас функционирует не так, как где-то именно физически находишься. Если у тебя есть свобода какая-то, ну, выйти в интернет, как говорится, время в заключении, в пожизненном заключении прошло очень быстро, потому что в камере был интернет, да. Интернет, ну, позволяет нам все время оставаться как бы вот в каком-то поле, в информационном поле, где угодно, да. То есть, человек сам выбирает, в каком поле ему находиться и где действовать. Вопрос, который меня интересует очень давно на самом деле. Пресс-служба белорусского экзерхата 10 лет назад опубликовала документ, в котором говорится, что Наталья Василевич не является экспертом в области веры и вообще лучше ее не спрашивать и не читать в интернете. Довольно редкое явление, на мой взгляд. За что такая честь? Неужели это был такой масштабный скандал? Я, кстати, даже не знаю, почему именно тогда. Тогда ничего не происходило. И, видимо, в тот момент белорусской православной церкви нужно было перед кем-то, ну, возможно, перед государственной властью как-то дистанцироваться от меня и показать, что мнение, которое я выражаю, это мнение частного лица. Там, кстати, так и написано несколько раз употреблять выражение «частное лицо» Наталья Василевича. То есть подчеркивается именно этот аспект. Ну, я действительно являлась частным лицом. И недавно как раз уже не пресс-служба, а другая, синодальный отдел по взаимоотношению церкви и общества в ответ на письма и вопросы, недоуменные вопросы людей, которые поступают в Минское епархиальное управление по поводу проповеди епископа Артемия Гродненского, тоже высказала, что это мнение епископа Артемия, архиепископа Артемия — это мнение частного лица. И также все священники, которые высказываются сейчас по политическим каким-то событиям, не вырушают свое частное мнение. То есть это как бы просто модель не брать на себя ответственность за те слова, которые кто-то произносит. Ну, конечно, мне было очень приятно, я не скрою, было очень приятно такое внимание. Ну, можно сказать, тебя забанили на языке официальных документов. Не, ну, я никогда не претендовала на то, чтобы выражать официальное мнение церкви. Я по-другому, то есть я чемпион петиций, потому что я очень много петиций писала священноначалью по разным вопросам с просьбой выразить какое-то мнение. И поэтому я именно таким образом старалась на мнение церкви повлиять, то есть как бы аргументированно показать, почему нужно сказать именно так, почему нужно именно такой шаг сделать в публичной сфере. Вот. Но никогда на себя не брала такую ответственность. Ну, как бы я не могла взять, кто я, ну, то есть как. Я не могу представлять церковь, я не сенот. Ну, по крайней мере, пока я в состав священного сенота не вхожу, ни в какие другие структуры такие официальные. Поэтому... Тогда ты была еще в Беларуси. Да, я тогда была в Беларуси, но я много, действительно много высказывалась о разных вопросах, и о политических, и о социальных, и о богословских, не знаю. То есть, ну, фактически, я один из таких аналитиков религиозной ситуации в Беларуси, которые... Ну, как бы очень много текстов у меня на эти темы есть, очень много каких-то выводов я делаю. Ну, в том числе я занималась свободой религии и вероисповедания. То есть для меня это одно из таких важных аспектов, именно, что имплементировать, так сказать, в Беларуси стандарты, общепринятые в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций. И я очень часто критиковала церковно-государственное сотрудничество в Беларуси. Вот. И поэтому я думаю, что от меня захотели немножко так отстраниться для того, чтобы... Потому что, знаете, наша церковь... Мы всегда очень... Наша официальная церковь очень гордится этим сотрудничеством, но все время государство побаивается. Потому что такое сотрудничество, если ты там будешь вот так себя... Ну, то есть как бы неэквивалентные партнеры, да, один партнер доминирующий государство, то есть оно может пригласить церковь, чего-то ей там дать, какую-то привилегию, но сама церковь сидит и помалкивает. Вот. И боится, что даже то, что имеет, у нее заберут. Вот. То есть это тут кнут и пряник в руках доминирующего партнера. Вот. Поэтому церковь играет по этим правилам. Вот. А Наталья Василевич мешает иногда. Это как-то повлияло на твое решение стать прихожанкой Константинопольского патриархата? Или как так получилось, что сегодня мы находимся в греко-православной церкви? Ну, это вообще получилось случайно. Я просто... Ну, то есть для меня принадлежность... Я вообще, ну, как бы выбирать патриархат, это совсем не моя тема. Вот. Хотя, ну, я не скрою, что, например, позиция вселенского патриарха по разным вопросам, по правам человека, по экологическим вопросам, но она мне ближе. Просто позиция как человека, как богослова. Вот. И мне для меня очень... Я всегда... У меня, кстати, моя магистрская диссертация, которую я писала, это была критика социальной концепции русской православной церкви и документа о правах человека. Вот. Потому что мне кажется, что там очень многие моменты были сформулированы довольно коряво. И главное, вот о чем как раз в прошлом вопросе мы говорили, про государство. То есть если в вселенском патриархате, в богословии, скажем, которое, ну, в мейнстриме таком, все начинается с человека, то есть все социальное учение начинается с личности, да, то если мы возьмем социальную концепцию русской православной церкви, там государство как главный институт присутствует, вот. Человек уже где-то там дальше на задворках. То есть какие-то коллективные идентичности, они играют большую роль, чем вот человеческая личность. А в вселенский патриархат он человеческую личность везде и всюду на первое место ставит. Мне это ближе, как бы, вот именно такой подход, и я вижу, как он развивался. То есть этот подход действительно, ну, занял, то есть для церкви, ну, это всегда присутствовало понимание важности человеческой личности, но именно в политической сфере, в сфере общества очень было сложно, как бы, человеческую личность тоже видеть как основной, скажем так, субъект политической жизни. Вот. Поэтому, ну, это совсем я не выбирала по такому принципу. Я, скорее, выбирала приход. Я принадлежу к приходу. То есть моя жизнь в церкви, это, в первую очередь, жизнь приходская. Я не общаюсь каждый день с патриархами, да, вот. Я общаюсь с прихожанами, с людьми на божественной литургии. Это главное пространство. И этот приход просто, ну, во-первых, он близко от меня дома. Я сажусь на поезд, чик, и я здесь, вот. Мне здесь нравится атмосфера. Мне нравятся батюшки наши, священники, прихожане, вот. Вот, поэтому я здесь, и у меня здесь есть место тоже. Потому что мне, знаете, какие приходы нравятся. Вот, например, в Минске мне часто там нужно было думать, что надеть, там, куда платочек, куда там юбку. Ну, то есть это все время, даже вот на таком уровне, да, это очень напрягало. Как бы вот все время нужно задумываться про внешний вид, там, или про что-то в таком роде. Здесь, в принципе, человек может сам выбирать. То есть если ему хочется стоять, он стоит. Если ему хочется сидеть, он сидит. В платочке хочешь, пожалуйста. Хочешь в чадре, да, хочешь без платочка, пожалуйста. Единственное правило, что никто никого не учит. Вот, вот. Никто никого, короче, никто никому просто не компостирует мозг, да. И это так хорошо, ну, это так ново. Ты можешь просто стоять себе, молиться, дышать спокойно, да. Связана ли ты сегодня как-то с белорусским азархатом, с русской православной церковью в том числе? Какие контакты ты поддерживаешь? Я поддерживаю очень глубокие контакты. На самом деле, когда я в Минске, ну, у меня как бы даже выбора никакого нет, да. У нас в Минске только юрисдикция одна, русской православной церкви. И, ну, хожу на службы, я помогаю организовывать какие-то там литургии по-белорусски. Какие-то подписи тоже собираю. Ну, то есть участвую в каких-то дискуссиях, что-то там инициирую, провожу. Вот, критикую, пишу, вот, формулирую. И мне кажется, что, ну, я очень активно, то есть меня знают в белорусском азархате, меня знают. Я не знаю, как сейчас бы написали такое письмо. Может, и напишут по результатам этого сезона событий политических. Но, ну, то есть я себя как бы не отделяю. То есть это тоже моя церковь. То есть это же, ну, православная церковь, что? Это тут мы же не делимся на патриархата, на самом деле. Ну, то есть это все касается в основном епископов. И, ну, батюшек в меньшей степени. Вот, какой у тебя там патриарх. Ну, нормальным людям, обычным, да, это все, ну, опосредованно важно. Вот, твои какие-то, тот, кто непосредственный начальник, это всегда важнее, да. И какая твоя община, атмосфера, какая там происходит, тоже важнее. Вот, поэтому, то есть это также моя церковь. И ответственность за нее я несу больше, потому что, ну, тоже с Белоруссией связано. И где-то там все равно половина моей души там сейчас находится. А как насчет причастия евхаристическое общение между Москвой и Константинополем? Как мы знаем, прервано? Да, но со стороны Константинополя оно не прервано, поэтому я спокойно, ну, могу причащаться. И причащаюсь обычно на каждой службе, то есть для меня это важно, я это делаю. Только если меня уже не допустят куда-то. Но я не помню, было ли такое в последнее время. У меня бывают такие сны, что мне не дают причастия. Кошмары, православный кошмар приснился, да. Вот есть два вида православных кошмара, что я служу, божественные литрухи, да. А другой кошмар, что мне не дают причастия, а потом батюшка говорит, вышло новое постановление Синода, женщин без платочков не причащать. Вот, да, бывают такие какие-то, ну, не знаю, из серии, как я сдаю экзамен по химии в девятом классе. Вот, ну, для меня это, это как бы, я считаю, какой-то абсурд. Вот, поэтому я даже на это не обращаю внимания. Фактически это же не разрыв общения, это такая дисциплинарная мера какая-то, которая вроде должна что-то решить или показать что-то. Ну, или я с тобой не разговариваю, я с тобой не разговариваю. Здесь происходит акция солидарности с белорусами. То есть иногда она носит тематический характер, иногда она просто такой общий характер носит, для того, чтобы информировать немецкое общество, происходящее в Беларуси, о том, какие цели перед собой ставит сейчас там белорусский народ, что происходит, ну, попросить о какой-то солидарности, в том числе повлиять, может, на какое-то общественное мнение в Германии, для того, чтобы также повлиять на политические шаги со стороны там немецкого правительства или людей, которые принимают решения. Вот, и как бы включить больше людей в процесс обсуждения того, что происходит в Беларуси, потому что такая поддержка, она, конечно, чувствуется и нужна. Ну, и я думаю, что для самих людей, которые организуют, находясь далеко, очень важно чувствовать какую-то возможность хоть как-то помогать тем, кто находится сейчас в Беларуси, кто протестует. Вот, поэтому это для самих людей, которые протестуют, это также важно. Иногда бывают какие-то конкретные случаи, например, когда произошла эта тайная инаугурация, так называемая, в тот же день собрались, ну, в Дюссельдорфе, по-моему, люди собрались. Ну, то есть у нас как бы два основных места, это Кёльн и Дюссельдорф в нашей земле федеральной, вот, поэтому тут большинство белорусов проживает, это два больших города, вот. То есть планируем, так же в Боне можешь что-то сделать, потому что интересно, что Бонн – это город по-братим Минска, вот, поэтому тема Минска и Бона. Даже по Бонну ездят трамваи, на которых написано Минск. Оксана, можно я пока со флагом своим помахаю? Снимай. Это сама рабила? Ну, так, это швабра. Швабра. Это, причем она такая, ну, скажем, давай потяним, как бы она была, ну, поблюдала, как трошки лепше. Это же не какой-то процесс, который никак не управляем, да, поэтому здесь не столько я хочу говорить про прогнозы, а про стратегию, потому что, ну, мы как бы хотим участвовать и как-то достигать каких-то целей, и, ну, в том числе я, поэтому, ну, только чисто прогнозировать, это не как там погода, дождь пойдет или что, я так не могу делать, да, я скорее рассматриваю это как поле для деятельности, поле для какой-то активности. И, ну, те цели, которые мы ставим, это проведение новых выборов. То есть уход Лукашенко, на каких условиях мы пока не знаем, но проведение новых выборов, честных, прозрачных выборов. Вот. Это изменение фактически той системы авторитарной, которая в данный момент в Беларуси существует, на демократическую. То есть ты была бы не против, если бы сейчас женщина стала президентом? Женщина, мужчина, я была бы не против, чтобы просто как бы просчитали голоса правильно. Я думаю, что это может быть любой человек, который соответствует, ну, каким-то стандартам нравственным, и интеллектуальным, и политическим, да, и который может иметь какую-то стратегию развития Беларуси. Особенно в смысле вот этого застоя, который у нас был все эти 26 лет, да, который, которая может, я специально говорю, которая, да, может, сможет это все, безусловно, с командой. Мы уже в Беларуси именно, что мы устали от лидеров, да, от каких-то там одиночек, которые все знают и все умеют, и за все берут ответственность. Нет, мы теперь хотим все делать вместе, и я думаю, что в Беларуси достаточно компетентных людей в разных сферах общества, которые могли бы вот одним таким обществом, там, гражданским обществом как-то менять Беларусь. Вот, ну, конечно, сегодня тоже митинг в Минске, и тоже люди идут со страхом, ну, и одновременно и со страхом, и без страха, потому что если ты выходишь, преодолевая свой страх, то, как это значит, что ты смелый человек. Светлана Тихановская, когда на каком-то этапе уже она говорила, что я когда шла в эту всю политику, я даже не представляла, что я такой смелый человек, вот, и что ты как бы в пути только можешь понять, ну, чего ты стоишь или какие у тебя, вот, смелый ты или нет. Считаешь ли ты, что мужчины и женщины должны быть равными абсолютно во всем, в том числе и в церкви? Конечно. Да, я так считаю, потому что, ну, то есть церковь, она не предполагает неравенства какого-то. То есть здесь все равны, и, ну, я думаю, что когда-нибудь мы этого равенства сможем увидеть и в церкви, вот, и даже в каких-то служениях, потому что, ну, женщины на протяжении истории очень много делали для церковного служения, вот, и продолжают делать. И сейчас вот как раз вот на этом месте, где мы сидим, у нас две недели назад была молитва за Беларусь, она была экуменическая, но ее делали женщины, практически все, кто участвовал, кроме батюшек. Батюшек мы пригласили, они у нас тоже были обычными участниками, они нам помогали. И у нас было четыре проповеди, и все четыре проповеди говорили женщины. И потом в католических новостях, то есть была часть просто про молитву за Беларусь, но там половина новости была про то, что, представляете, там женщины проповедовали. Вот, и, ну, для нас это было удивительно, потому что мы когда готовили молитву, то мы даже не думали про то, что это что-то такое сверхординарное. Ну, проповедовали, проповедовали, ну, были женщины, были женщины-богословы, все там кто-то уже доктора богословия, кто-то еще готовится к этому. Вот, ну, кто был, тот и делал, кто умеет сказать, тот и... Ну, то есть служение же начинается, то есть как бы, как бевербунг такой, да, то есть какие квалификации должны быть у кандидата, вот. Ну, что нужно делать, если вот этот человек умеет делать, независимо от мужчины или женщины, то он берет эту позицию и делает. Вот, как я говорила про миссию, да, то есть вот есть какая-то миссия, вот, тебя эта миссия позвала и сказала, вот, нужно сделать то-то-то, ты можешь делать, давай, делай, вот. Я считаю, что тут нет разницы, кто эту миссию будет делать, мужчина или женщина. Главное, чтобы она была сделана хорошо, качественно и, скажем, в таком евангельском духе. А как вообще ощущение проповеди Самвона? Я не могу сказать, что это какие-то особые ощущения, да, ну, то есть, во-первых, те из нас, кто эти проповеди говорил, ну, они преподают богословие, например, да, то есть читать с кафедры перед студентами и читать с кафедры перед прихожанами, ну, это мало чем отличается, вот. Я не могу сказать, что это было прям, ну, то есть я как бы даже не думала про то, что женщина в тот момент, когда я говорила эту проповедь, вот. Ну, я и раньше, то есть меня и раньше приглашали говорить проповедь, и, в принципе, я не вижу проблемы в том, что миряне, например, говорят проповеди. То есть главное, чтобы проповедь была со смыслом, короткая, короткое в хорошем смысле слово, чтобы она просто содержательная по отрывку евангельскому или апостольскому, то есть чтобы это действительно что-то, ну, люди чему-то научились и что-то поняли, может, какие-то вопросы перед собой поставили, вот. Да, а, например, события в Белоруссии, которые происходят этим летом, они, наверное, неожиданные для всех нас. Как тебе кажется, может ли православная церковь в Белоруссии пойти тем же путем, что и церковь на Украине? Думаю, что нет. И, ну, во-первых, для меня эти события долгожданные, но неожиданные, да? То есть я их ждала, но не ожидала. Вот. И в Белоруссии совсем по-другому, как бы, то есть в Белоруссии никогда не было раскола большого, да, такого, то есть не было какой-то альтернативной православной юрисдикции. И вообще люди, как раз они не настроены на то, что, ну, на самом деле, автокефалия, она, опять же, важна для вот этого высшего уровня, то есть епископам она важнее, чем простым людям, да, то есть епископам Белорусской православной церкви, по идее, это, ну, то есть это их была бы власть, да, они бы принимали решения, и над ними не стояло бы никакого контролирующего органа в виде синода московского патриархата. Для людей, которые находятся под управлением этими, этими епископами, ну, то есть управляемыми этими епископами, да, ну, без разницы, это мой митрополит, он в московском патриархате, или он сам по себе, или он в константинопольском патриархате, потому что все равно работать приходится с ним, и жить приходится с ним, то есть от того, что он поменяет какую-то юрисдикцию, ну, как это изменится, то есть перестанет ли он быть, если он аскет, перестанет ли он быть менее строгим, или станет он более строгим, это от патриархата не зависит, вот, поэтому мне кажется, что, ну, для людей простых, ну, как бы тратить ресурсы, ну, то есть на самом деле это в таке файле, как проект, он был бы возможен, но, во-первых, зачем, во-вторых, это большие ресурсы, на это бы пошли, то есть такие ресурсы, которые на создание какой-то автокефальной структуры, на переговоры, на какие-то там политический лоббинг, ну, их можно потратить гораздо более умно. А как же Украина? Да, но в Украине там другая была ситуация, во-первых, и мы видим, что в конце концов именно Киевский патриархат и ОПЦ, то есть церкви, у которых не было никакого признания, они признание какое-то получили, то есть для них это было осмысленно, и был смысл для того, чтобы этим вообще заниматься, вот, поэтому на самом деле нужна была альтернатива, в Белоруссии альтернатива такого рода, то есть люди, которые по политическим убеждениям могли бы поменять церковь, то есть это, люди скорее пойдут в католики, чем будут создавать что-то, потому что на самом деле, ну, как бы для церкви инфраструктура, для того, чтобы церковь могла самостоятельно жить, развиваться, очень важна. Для маленькой церкви, то есть это и богословское образование на каком-то уровне приличном, иметь, да, на какую-то культуру церковную, ну, для этого нужно реально вот эту инфраструктуру построить, и я думаю, что это естественно, на каком-то этапе действительно поместная церковь развивается до такого уровня, когда она может сама каким-то образом обеспечивать свое существование, вот, и мне кажется, что Белорусская Православная Церковь еще не достигла этого уровня, и эта задача стоит, ну, в первую очередь, сообщества церковного, даже не епископов, потому что пока не будет церковного сообщества, которое будет как-то иметь какое-то сознание определенное, которое будет иметь желание там, миссионерской деятельности какой-то, там, просветительской деятельности, то, ну, от того, что у нас будет Константинопольский патриархат, это, конечно, не поможет. Вот, хотя, с другой стороны, для широкого, вот, например, службы на белорусском языке, то есть, если спросить людей вообще на улице в Минске, нужны ли службы на белорусском языке, все скажут, да, конечно, пусть там православные служат по-белорусски, очень много таких будет, но потом, когда реально эту службу начинаешь делать, да, никто, ну, как бы, приходят только все равно православные люди, которые, там, которые понимают, для которых это важно, да, то есть, там, будет, там, ну, 40-50 человек, там, 100, но то же самое с автокефалией, то есть, люди могут сказать, мы будем ходить в церковь, когда будет Константинопольский патриархат, мы просто не ходим, потому что Московский патриархат, но на самом деле никто ходить, ну, все, как ходили, так они и будут ходить, это уже, как бы, из давнего опыта, вот, ну, что на самом деле человек идет по пути наименьшего сопротивления, вот, и поэтому, если ему не хочется, его туда не тянет, я думаю, что не тянет по другим причинам, людям просто совершенно непонятно, что там происходит, зачем вообще туда ходить. Мы вместе против насилия, против авторитаризма, за демократию, за честные выборы, за мир, справедливость, за законность и против беззакония. Как у нас говорится, я ухожу из интернета, у нас многие пишут, я сейчас удаляю Фейсбук и прошу писать мне только в одном случае, вот, и все понимают, в каком случае, в случае, что вот мы победили. Если вдруг что-то непредвиденное случается, да, если вот сегодня, завтра случается, это событие, событие с большой буквы, это значит, что Лукашенко уходит, и мы, наконец, можем, выпускают политзаключенных всех, и мы можем начинать строить новое государство, новое общество в Беларуси. Пользуешься ли ты Фейсбуком с желанием или скорее по необходимости? Ой, я ненавижу Фейсбук, на самом деле, вообще, то есть я раньше его очень сильно любила, но это настолько затягивает и столько забирает времени, что сейчас я пользуюсь по необходимости, во-первых, потому что там много материалов, которые кому-то нужны, во-вторых, потому что сейчас, когда там сложная политическая ситуация, необходимо вот какую-то коммуникацию поддерживать, какую-то, аж какие-то продвигать идеи, организовывать что-то, и Фейсбук это хороший такой инструмент для этого. Но когда я пишу, например, я иногда очень деактивировала Фейсбук частенько, и мне тогда было очень хорошо, я себя прекрасно чувствовала, мне не надо было там скроллить, постоянно проверять комменты, вот, потому что когда человек очень активен, ему комментируют, ну, если у меня там бывало запросов по сотне в день, запросов в друзья, да, ты просто от этого всего устаешь, не успеваешь читать личные сообщения, лайкать, фоточки, то есть фактически твоя жизнь превращается не в такой просто скролл, там, где лайкаешь фоточки котиков, вот, а все время необходимо думать, как ответить и... А как ты относишься к церковным телеграм-каналам, на живом журнале, блогеры, которые распространяют не всегда проверенную информацию, как ты считаешь вообще, как бороться с фейками? С фейками это, конечно, большая проблема, все эти фейки, иногда сама покупалась на какие-то фейки, ну, потому что иногда фейки выглядят очень реалистично, вот, но все же, ну, нужно, как бы, проверять в ряде источников, то есть я все время стараюсь, как бы, проверить информацию, вот, каких-то авторитетных людей, или, ну, и вообще, как бы, не люблю скандальную информацию, особенно, которая основана на каких-то анонимных источниках, из инсайды, сливы, вот это вот все, как бы, не мой формат совершенно, ну, тем более, что я занимаюсь, как бы, церковной аналитикой разной, то есть я стараюсь для аналитики вообще инсайды никакие не использовать, то есть если нет, то есть инсайды, они могут только тебя подтолкнуть, где-то поискать, то есть они имеют только в этом смысл, если ты там не нашел никаких публичных подтверждений, или каких-то документов, или свидетельств открытых, то, ну, даже не стоит это принимать во внимание, потому что, ну, мне, ну, поскольку я церковной аналитикой занимаюсь, мне часто пишут, как бы, и просят разместить какую-то информацию, или там хотят поделиться какой-то информацией, ну, то есть стараюсь все это проверять сначала. Анонимизировано максимально сделать? Ну, на демонстрации сейчас. Здесь всех по два раза, ну, грубо говоря, одну письмо, она открытка, да, каждого человека. Хорошо, я взяла два. Да, после разу. Посмотрим, как после акции. Хорошо, да, может, да, если есть. Хорошо, спасибо. Вот я взяла два конверта, один конверт, я не знаю, кто там мне достанется. Здесь есть уже бумага, есть марка наклеенная, останется только подписать и написать письмо. Мне попал вот Артем Савчук. Напишем Артему письмо. Что бы ты хотела пожелать всем нам в это непростое время? Хотелось бы, вот в это непростое время, хотелось бы, чтобы эта вся коронавирусная инфекция, наконец-то мы ее победили, вот, чтобы можно было свободно учиться, обниматься, работать, ездить в далекие страны, путешествовать. Вот. Конечно, это сложное сейчас время, но для этого нужно и нам тоже постараться и как бы, по крайней мере, самим не болеть и никому не заражать, стараться. Вот. Ответственно относиться к мерам предосторожности. Спасибо. Все, а еще ничего больше нет интересного. А что, я думал, ты устала. Давай еще посмотрим. Я тоже устала. Вот. Еще таких пролетов будет очень много. Ну, пошли. Идемте. Кстати, вот здесь вот можете увидеть еще старое, то, что не успели замуровать. Теперь я лезу первым. Хорошо. А вы за мной. Желательно по одному лазить наверх, потому что не очень устойчиво. Лазим. Еще. Еще один. Лазим. Еще. Еще немного осталось, конечно. Еще один пролет. И вот остался. Сейчас я вас поведу на средний колокол. Здесь мы оказываемся уже посередине в церкви. Получается, по этой части у нас алтарь. И здесь вот колокол должен был быть. И здесь вход. Супер. Лазим. Идемте, переходите на эту сторону. Давай инструктаж. Поднимайся вот здесь вот потом. Тут аккуратненько. Здесь не хватает одной балки. Придется чуть-чуть переступать. Сейчас свет будет. А что ты смотришь? Ну, давайте поднимаемся. Здесь, конечно, чуть-чуть ветрено. У тебя купол уже? Да. Только взгляд на весь Кёльн видно. Старый город, кёльнский дом видно. И ты панамаришь в этом храме? Да, я панамарь уже 5 лет в этом храме. А панамарь сам уже 10 лет с как. Был в соседнем городке Брюли, служил начал. И вырос, и батюшка переехал в эту церковь. И я тоже переехал в эту церковь, потому что мне близко здесь. И больше здесь мало людей было. Так я сюда перешел. Колокольни здесь, на жаль, нету в этом храме больше, потому что здесь офисы. И они жаловались, что слишком громко ним. И колоколы, на жаль, забрали с этого храма. Людям мешало. Спасибо большое. Пожалуйста, вам. Нам очень понравилось. Тебе понравилось? Учень. Будем вас в следующий раз ждать в церкви.